Всем привет! У меня есть ноутбук Lenovo, модель G580, который работает очень и очень медленно. И так как сейчас новых акций нет, то наконец-то я добрался до этого ноутбука и хочу его немножко ускорить, так как он работает ну очень медленно. Даже обычная загрузка Windows занимает очень и очень много времени, не говоря уже даже о том, чтобы открыть браузер и другие какие-то задачи. Характеристики данного ноутбука вы сейчас видите на экране. Здесь стоит процессор i3T2348M, 4 гигабайта оперативки DDR3600 МГц, жесткий диск на 500 гигабайт и видеочипсет здесь стоит NVIDIA 710M. Данный ноутбук работает очень медленно, даже обычная загрузка Windows может занимать очень и очень много времени. Я хочу провести эксперимент и одновременно ускорить данный ноутбук. Каким образом я это сделаю? Я заменю DVD, которая здесь стоит на старый мой SSD из моего компьютера. И кроме того я добавлю еще 4 гигабайта оперативки. Сейчас я продемонстрирую сколько же грузится здесь Windows. Камера здесь конечно же заклеена, чтобы никакие спецслужбы не могли следить. И здесь кстати вот есть значок Core i3 и NVIDIA GeForce. Ну а теперь мы проверим скорость загрузки Windows. Для этого я запущу сейчас ноутбук и мы посмотрим по секундомеру, который появится сейчас на экране. Сколько времени займет загрузка Windows 10 вместе с открытием ярлыка мой компьютер. Итак, поехали. Также здесь понадобится еще ввести пароль. Это время, которое я затрачу на пароль. Соответственно можно будет вычесть из общей продолжительности времени загрузки. Вводим пароль. Это буквально составило 2-3 секунды. Ну пусть даже 4. Итак, вот идет загрузка. И я нажал этот компьютер. Он называется не мой компьютер, а этот компьютер. Вот как только откроется этот компьютер и покажет все жесткие диски и все ярлыки и все значки, то таким образом можно считать, что он загрузился. Итак, вот он грузит. Вы видите насколько он медленно работает. Это ужасно. Вот, есть. Все, загрузился Windows 10. И теперь проверим мы скорость жесткого диска в программе Crystal Disk Mark. Вот как она выглядит. И для этого нажимаем на кнопочку Hold. И теперь мы можем наблюдать, что скорость чтения составляет 90 МБ, а скорость записи составляет 94 МБ. Отлично, ноут в первоначальной комплектации мы проверили. И теперь я собираюсь добавить 4 ГБ оперативки, плюс поставить вместо DVD SSD. И мы посмотрим, как же он будет работать после этого. Так, для того, чтобы обновить свой ноутбук, я взял из старого компьютера вот этот вот SSD-шник. Это Kingston на 120 ГБ SSD Now, модель 300V. Я думаю, что вполне под систему его будет достаточно. Кроме того, я купил вот такую вот штуку, которая называется карман для SSD, либо для жесткого диска. Также еще ее могут называть OptiBate. Их есть две версии, 12,7 мм и 9,5 мм. Мой ноутбук, соответственно, необходимо 12,7 мм. Это вот эта вот высота, либо толщина жесткого диска, либо толщина DVD, который у вас стоит здесь в ноуте. Кроме этого, я также взял вот такую вот память, купил. Это DDR3, 4 ГБ. Скорость ее составляет 1600 МГц. Видите, написано DDR3, 4 ГБ, 1600 МГц. Это использованная память, то есть бушная. Эту память я купил за 330 гривен. Стоимость в других валютах вы видите сейчас на экране. А вот этот карман я купил, соответственно, за 130 гривен. И стоимость в других валютах вы также видите на экране. Итак, что мы делаем сейчас? То есть я отключаю свой ноут, переворачиваю его. Вернее, его нужно вот так вот перевернуть. И здесь, по идее, должно быть все просто. У меня есть вот такая вот отверточка, супер крутая. Здесь есть два болтика. Их необходимо открутить. И таким образом мы сможем вставить здесь оперативную память. И, кроме того, сможем вытащить наш DVD-шник. Крышечку снимаем. Что мы здесь видим? Мы видим нашу оперативочку. Мы видим наш жесткий диск. И вот это вот находится наш DVD-шник. Соответственно, жесткий диск мы не трогаем. А оперативку нам придется поставить вот сюда, во второй слот. Второй слот находится под вот этим. Соответственно, мне нужно вот эти вот клеммочки, их в бока немножко отодвинуть. И вот она сама прям и открылась. Вытаскиваем эту оперативку. Вставляем нашу вот эту вот первую. Аккуратненько. Все, есть. Эту оперативку вставил. И теперь вставляю вторую оперативку. Все, она щелкнула. Оперативку мы уже поставили. Это делается очень просто. Вы сами это увидели. Далее нам необходимо вытащить наш DVD-шник. Он крепится всего одним болтиком. Вот он. Мы его откручиваем быстренько. И здесь необходимо потянуть. Вот. И вот он, DVD-шник, вытаскивается. Здесь никакого соединения проводов нет. То есть, просто вставляется или вытаскивается. Так, это мы откладываем пока. И теперь попробуем разобраться с этим карманом. Я думаю, что здесь тоже должно быть все довольно просто. Распечатываем. Кстати, такие карманы на самом деле на Алиэкспресс, я видел, стоят всего по 60 гривен. То есть, в два раза дешевле. Он может предназначаться как для дополнительного жесткого диска размером 2,5 дюйма. Либо для SSD-шника. Вот мы сейчас, кстати, и попробуем его подключить. Вот так вот. Оп. Все, вроде бы я его вставил. Здесь также идут в комплекте болтики. Их прям здесь огромное количество. Не знаю, зачем и столько нужно. Сейчас попробуем его вставить на место. Ага, вот для чего эти болтики и нужны. То есть, здесь в нижней части необходимо закрутить. Отлично. И теперь попробуем его поставить на место. Так вот, аккуратненько вставляем. Ну, вроде бы вставил. И похоже, что вот эти вот три болтика, как раз я нашел для них место. Сюда нам, соответственно, болтик не понадобился. Но мы его можем закрутить на всякий случай, чтобы он не потерялся в будущем. Вдруг он нам понадобится. Теперь закрываем эту крышку. На данный момент на этот SSD Windows не установлен. Соответственно, пока что мы можем только включить и посмотреть, все ли хорошо, все ли отобразится. Покажется ли SSD, покажется ли оперативка. Запускаем. И входим в наш BIOS. Вот у нас показывает, что это Lenovo G580. Как я и сказал, это i3-2348M. 2,3 ГГц. И вот уже показывается оперативка у нас 8 ГБ. Кстати, даже определилось, что у нас первый идет жесткий диск на 500 ГБ. И следующий идет у нас Kingston на 120 ГБ. То есть это уже радует, это уже круто. А теперь нам предстоит установить Windows. Для этого я предварительно подготовил Windows 10 на вот такой вот флешке. И сейчас мы будем его устанавливать на наш новый SSD. Итак, выбираем Boot Manager USB HDD. Generic Flash Disk. И нажимаем кнопочку Enter. Итак, я установил Windows 10 уже на обновленный мой ноутбук. И сейчас мы проверим скорость загрузки новой установленной Windows 10. И посмотрим, какова же скорость здесь будет в программе Crystal Disk Mark. Итак, включаю ноут. И засекаем, сколько же займет это времени. И уже сразу же здесь идет заставочка. И даже не понадобилось вводить пароль. То есть, в принципе, вот уже загрузилось. Нажимаем сразу же компьютер. И вот он открылся. То есть, все очень быстро происходит. Вот мой диск C. Это как раз SSD, который я установил. Здесь из 111 ГБ у меня свободно 88,2 ГБ. Сейчас мы запустим программку Crystal Disk Mark. И посмотрим, какие же показатели она выдаст по установленному SSD. Итак, запускаю. Тест пройден. И показались вот такие вот результаты. Скорость чтения составляет 202 МБ в секунду. А скорость записи составляет 113 МБ в секунду. Скорость чтения более чем в два раза больше, чем в случае с жестким диском, который установлен в данном ноутбуке. То есть, уже по факту ноутбук будет запускаться намного быстрее. И эксперимент это и показал. Вот так вот я немножко проапгрейдил свой ноутбук. Я очень доволен, потому что он реально сейчас работает очень быстро. Намного быстрее, чем он работал с жестким диском и с оперативкой в 4 ГБ. Если вы хотите ускорить ваш ноутбук, то в принципе достаточно будет даже просто поменять жесткий диск на SSD. Либо просто добавить SSD вместо вашего DVD-рома и установить на нее вашу операционную систему. Тогда ваш ноутбук будет работать значительно быстрее. Конечно, можно было бы заморочиться и купить более дорогой процессор, проапгрейдить здесь процессор. И тогда он работал бы еще быстрее. Но это было бы намного дороже. Так как здесь стоит i3, то я думаю, что для повседневных задач его будет достаточно. Учитывая тот факт, что этот ноутбук не игровой. Кому понравилось мое видео, ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok